основная идея коучинга со мной состоит применение моего опыта к решению персональных задач каждого кто обращается ко мне с этим вопросом это могут быть самые разноплановые задачи они бывают разные как показывает опыт они интересные и глубокие если сегментировать задачи то наверное три основных группы они могут быть описаны следующим образом первое это бизнес и финансовые задачи которые возникают у людей второе это life balance и построение такой желаемой комфортной системы жизни в которой которые люди вроде бы как стремятся но который не получается создать третья часть это гида совершенно прикладные спортивные задачи по типу там вот я министр хочу пробежать марафон не понимаю как это сделать или сделать она и вот это три основных задачи бывает конечно под задачи если говорить о бизнес-задачи то наверное 50 процентов из бизнес-задачи не не формулируется так уперся в потолок хочу зарабатывать больше не понимаю как не понимаю что я делаю не так посмотри посоветуй вот наверное так это такой очень философский вопрос по факту если посмотреть в прошлое то львиная доля людей которые обращались ко мне с персональным коучингом это молодые люди от 24 наверное до 40 лет 90 процентов это мужчины и 10 процентов это это женщины причем если говорить о женщинах то это как правило бизнес-леди закон в самом хорошем и прямом понимании этого слова вопросы на самом деле любые можно прорабатывать еще раз отличных до бизнес до спортивных они бывают разные они бывают интересные они бывают скучные конечно наиболее интересными для меня профессионально являются бизнес-задачи потому что ну это 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 формирует мое информационное поле лично мне на первом месте интересно это это формирование моего информационного поля бытие определяет сознание это давно сказанная фраза которая выходит в жизни каждого из нас гейн и гей снова и снова поэтому кто люди вокруг тебя я в данном случае могу выбирать анализировать понимать чем они занимаются насколько они трудолюбивы насколько они позитивны насколько они прилежны в тех задачах которые мы с ними обсуждаем а потом они ставят перед собой и идут к ним выполнения им просто помогают формат взаимодействия это если речь идет об украине это личные встречи если речь идет о москве это тоже могут быть личные встречи если говорить целом россии то я достаточно часто и много бываю в россии с корпоративными какими-то ивентами поэтому всегда могу найти возможность встретиться лично если встретиться лично не получается существует skype существует вотсап существует фейстайм существует масса способов коммуникации когда можно видеть глаза когда можно понимать о чем человек думает что он хочет какую эмоцию какую эмоцию испытывает это на самом деле сегодня сильно упрощает задачи потому что я занимаюсь этим профессионально потому что я трачу на это личное время которое могу применить в других областях потому что для того чтобы сгенерировать прежде всего моё профессиональное отношение к этому я был вынужден внести внести в эту деятельность такой принцип как платность вы покупаете мое личное время я трачу это личное время погружаясь вашу тематику занимаюсь ею соответственно это стоит денег вот сегодня это оцениваю так как будет дальше не знаю я думаю что в силу ограниченности ресурсов дальше будет дороже дело все в том что как бы в силу того что я этим занимаюсь профессионально вокруг меня вырастает ну такая цыганская почта раз-два вырастает определенный круг людей которые которые хотят и и и и могут и делают все новые новые запросы которыми мне интересно заниматься а мое время к сожалению ограничено поэтому фактически работа строится таким образом мы принимаем заявки акцептуем их либо не акцептуем и соответственно потом выстраиваем план совместной работы заходите на сайт анистрат коуч черточка коучинг точка ком или на мой сайт анистрат ком отправляйте заявку заполняете форму и собственно мы связываемся с вами обсуждаем порядок взаимодействия работы нам очень важно чтобы каждый человек остался доволен тем что он от нас получил